Всем привет! Давно не виделись, тёртвая земля. Давно не виделись мы по вполне объективным причинам. Но, к сожалению, мы надобники-авантюристы пока ещё. Силы у нас слабое оборудование. Давайте прямо так по-русски. Оборудование – говно. Оно ломается. У нас предательски испортился компьютер, на котором мы осуществляли большую часть монтажа. Ну и всё. Потом я немножко испортился. Короче говоря, победили мы все наши проблемы, и вот мы здесь. И с вами снова история религии. Часть четвёртая. Несмотря ни на что, мы поступательно двигаемся вперёд. Заметьте, по старой схеме, начиная с начала и заканчивая концом. До конца, впрочем, нам ещё далеко. Сегодня мы будем говорить о происхождении библейских книг и о корнях, собственно, Библии. Откуда происходит иудаизм, а значит, и христианство. Ну что, поехали? Вопрос этот, на самом деле, с одной стороны, но очень сложный, с другой стороны, в базе, совершенно понятный. Потому что его рассмотреть материалистически достоверно можно только в одном случае, если мы рассмотрим его вместе с историей народа, вместе с историей экономики и культуры, которая на этой экономике произрастала. Потому что религия, как мы понимаем, это всего лишь часть культуры. Причём далеко не вся часть, хотя иногда и очень значительная. По этому поводу мы сначала остановимся очень кратко на истории еврейского народа, о том, как он обосновался в тех местах, где он проживает теперь, и, собственно, где появилась Библия, как таковая библейская религия. И рассмотрим это на основании некоторых памятников, как текстовых, так археологических, ну и, конечно, на материалах самого Ветхого Завета, куда же без него. Так получилось, что иудаизм накрепко имеет накрепко связанную историческую и религиозную память. Причём они иногда настолько плотно взаимопроникают друг в друга, что вычленить нечто подлинное, а именно историческое, бывает крайне непросто. Но мы попытаемся. Благо нам есть на что опереться, очень много умных людей и целых творческих коллективов работало в этом направлении. Итак, что такое Ветхий Завет и откуда он появился, с чем он связан? Появился он, естественно, тогда, когда еврейские племена выделились из общесемитской семьи и начали переселяться из Аравийского полуострова в Палестину. Те места, которые назывались землёй Ханаанской по имени населявших её народу в Хананеев, а может быть, кстати говоря, наоборот, может быть, народы имели название от земли, которую они населяли. Кстати говоря, если вы хотите в максимально популярном, но при этом очень достоверном ключе ознакомиться с данной территорией и с данной ранней историей, с моментами культуры данной территории и истории, читайте книгу известного писателя-фантаста Айзека Айзимова, который был не только писателем-фантастом, но, в частности, и популяризатором истории, написал он книгу «Земля Ханаанская». Есть на русском языке, если имеется желание, рекомендую, в общем популярном ключе, не сильно углубляясь в ЗАУМ, основные моменты там отражены. Как мы понимаем, во II тысячелетии до н.э. евреи были на очень низкой ступени общественно-экономического развития, очень-очень заметно уступая всем своим основным соседям, основным я имею в виду в культурно-экономическом плане, и финикийцам, и, собственно говоря, тоже семитам, и, естественно, египтянам, и увилонянам. Они были кочевники, основой их экономического базиса было скотоводство. И, естественно, в основном, учитывая конкретную местность, это был рогатый скот мелкий, овцы, козы, возможно, через некоторое время там появились и верблюды, но сейчас об этом говорить не будем. Мы самое главное должны отметить, это были кочевники, и экономика была их чисто кочевая, возможно, местами полукочевая. Поэтому прибавочный продукт, который они могли использовать, был, прямо скажем, не очень велик. И в состоянии рода, даже не родоплеменного, а чисто родового общества они оставались довольно долго. Даже уже при становлении именно племенного общества, а род всегда оставался главной ячейкой общества во главе со старейшиной патриархом. И власть патриарха была очень сильной. Кстати говоря, как это часто бывает среди вот этих пустынных горных народов, власть старейшего народа очень сложно с чем сравнить. Вплоть до того, что патриарх был полновластен, как монарх фактически, абсолютный монарх над жизнью и смертью членов своего рода. Кроме того, патриарх контролировал не только жизнь и смерть сам, но он ещё и мстил, если что, когда кто-то покушался на жизнь, здоровье и честь любого из представителей его рода. Вот так всё это было завязано на мощнейшую родовую круговую поруку, на которой, собственно говоря, и зиждилась вообще сама система пустынного горного родового общества кочевников. И если мы проведём прямые аналогии с любыми обществами такого рода, мы поймём, что есть страшное наказание – смертная казнь. Но куда более страшное наказание – это изгнание из рода. Это, в общем, тоже своего рода смертная казнь, но, ко всему прочему, ещё и отрешение от той жизни, в которой ты поколениями становился как личность. И зачастую люди предпочитали именно смертную казнь, изгнание. Изгнание считалось страшнее. Основа идеологии любого родового общества – это выведение всех мельчайших подробностей кровного родства. Может быть, подробностей мнимых, то есть, которые не имеют отношения к реальности, но, тем не менее, отношения кровного родства должны были быть установлены самым тщательным образом и самым непротиворечивым образом. По этому поводу Карл Маркс писал, что родовое имя создавало родословную, рядом с которой родословная отдельной семьи представлялась лишённой значения. Родовое имя должно было бы теперь свидетельствовать о факте общего происхождения его носителей. Но родословная рода уходила так далеко, вглубь времён, что его члены уже не могли доказать действительно существовавшего между ними родства. Эту стату привёл нам Энгельс в книге «Происхождение семьи, частной собственности и государства». В общем, тут нет ничего необычного. Любое родовое общество со своими, конечно, особенностями той или иной местности и времени имеет такую систему. Если мы вспомним любую скандинавскую сагу, более-менее протяжённую, она всегда начнётся с тщательного перечисления, кто кому приходится родственникам, а кто где проживает. Причём, если мы посмотрим вглубь веков так, как смотрели на это люди традиционного общества, мы неизбежно столкнёмся с тем, что древние родословные получаются фантастические, потому что люди, не знающие письменности, несмотря на то, что вопросы важные для рода передавались с максимальной точностью, конечно же затирались, и на место реальности приходила выдумка. Вот опять же Авраам ради Исаака, Исаак ради Якова, да, мы помним начало библейских сказаний. Но тем не менее, рода не могли обособленно существовать вечно, они должны были объединяться, потому что на это их наталкивал, конечно же, и общественно-экономический прогресс, и, естественно, наличие агрессивных соседей, которые так или иначе побуждали рода к консолидации. Вот мы знаем о двенадцати коленах Израилевых, непосредственно из библейских сказаний мы об этом знаем. Это, скорее всего, были именно рода, а никакие не колена. То есть не племена. Племенами они стали в гораздо более позднее время. Изначально, скорее всего, это были наиболее могущественные рода, вокруг которых объединялись семьи помельче. И вот именно оттуда происходят знаменитые длинные родословные списки, которые идут от основателей родов к основателям племён. В это время связь между родами, видимо, была не очень прочной. А между племенами так она вообще была чисто эфемерной. И, скорее всего, она возникала каузальным способом, т.е. когда возникала, например, серьёзная внешняя опасность, и нужно было соединяться в некий большой творческий коллектив. Для этого, естественно, выбирали общего военачальника, общего военного вождя. Ну а идеология была простая. Подо всем этим объединением где-то в глубине веков находили среди всех своих многочисленных легендарных родословий какого-то общего предка. И становилось понятно, почему они объединяются, потому что у них есть общий родственник. Ну и в это время никакого единобожия у еврейских племён не было даже рядом. Потому что, я уже об этом говорил, когда мы рассуждали об изучении Ветхого Завета в предыдущей передачи, в третьей, что возникает такое впечатление, когда мы читаем, например, синодальный перевод Библии, что евреи всегда были носителями монотеистической развитой религии, несмотря на то, что даже из Библии понятно, что они изначально были кочевниками. Вот такие необычные кочевники. В силу того, что они общались с единым настоящим богом, этот бог им лично продиктовал правильную религию. Ну, конечно, ничего подобного не было. Археология нам говорит о находках сотен, например, фигурок родовых башков терафимов. Кстати говоря, они начинают быть в эту раннюю эпоху, о которой мы рассуждаем сейчас, в 2-е тысячелетие до нашей эры и несколько позже, и в гораздо более недавнюю эпоху, потому что эти терафимы никуда не пропадают ещё фактически до, наверное, рубежа эр. В Библии, например, много раз, очень много раз говорится о том, что в некие легендарные прежние времена, какие не указывается, так вот, в эти прежние времена евреи служили богам иным, и об этом прямо говорится в книге Иисуса Навина. При этом, опять же, Библия нам рассказывает, что евреи раз за разом при первом удобном случае возвращаются к служению тем самым иным богам, что вызывает безумную ярость единого бога Яхве. Но, однако, всё это, как мы увидим, очень поздние выдумки, потому что, на самом деле, и во времена пришествия евреев в Хана, и во времена патриархов, и даже гораздо позже никакого единобожия евреи не знали и даже не подразумевали о нём. При этом, совершенно неизбежностью, мы понимаем, что религиозная система, некая религиозная система была уже в родовом обществе, и когда эти рода поселились в Хана, они стали объединяться в племена, родовые религиозные системы стали неизбежным образом соединяться в племенные религиозные системы, ну а при объединении племён уже и родоплеменные религиозные системы вынуждены были как-то сосуществовать. И вот тут всегда становился вопрос, какое племя окажется сильнее, какое племя окажется фигурой, которая будет доминировать над политикой всех остальных племен, над политикой и экономикой. И вот именно божество этого племени, скорее всего, оказывалось доминирующим в общем племенном компромиссе, который они составляли и в религиозном плане тоже. Почему я говорю и в религиозном плане тоже? Потому что, естественно, сначала нужно было достигнуть некоего родового компромисса, хотя бы на уровне бытового общения, экономического обмена и распределения труда. Ну а так как никаких других способов институализировать это, кроме как религиозного, не было, понятное дело, что в дело вступало освящение этой некой божественной силой, и приходилось понять, чей бог в данном случае будет руководящим звеном, чей бог будет традиционно ответственным за скотоводство, чей бог будет, например, обслуживать нарождающееся земледелие. Вот примерно так. В очень приблизительном ключе это происходило и в еврейских племенах в том числе. Но это дело несколько более позднее, потому что основными религиозными культами, которые имели место в раннюю еврейскую эпоху, вот примерно начало второго тысячелетия, середина второго тысячелетия нашей эры, это вера в предков, в духе предков, которые буквально пронизывали всё пространство рода. Это обожествление камней, рощ, рек, ручьёв, долин, гор. Кстати говоря, горы как нечто высокое и поэтому более близкое, чем равнина к небу, то есть к чему-то максимально потустороннему, были традиционным местом приношения жертв и совершения культовых ритуалов. Вот это и были те самые иные боги, о которых нам вот так вскользь. Как бы с некой фигурой умолчания говорит ранняя часть Библии. Причём причесанной Библией, той, которую мы знаем по переводу. На самом деле, конечно, эти упоминания были гораздо более обширны и массивны. Домашние башки Терафимы, где воплощался дух предка, как во всех древних религиях и в религии евреев тоже, вот это занимало огромное место. В данном случае, например, развитое язычество Древнего Рима не сильно отличается от древнееврейской религии. И вот мы знаем имена Авраама, Исаака, Иакова. Я сейчас, возможно, кого-то шокирую, кто-то может быть в курсе, но тем не менее, это не могли быть имена настоящих предков, которые по-настоящему явились прародителями того или иного рода. Просто в силу того, что между записью этого факта или фиксацией, более-менее надёжной фиксацией в устной традиции, и фактом их рождения, условно, рождения, лежит прорва времени. То есть, возможно, был некий персонаж, точнее, точно был некий персонаж, который, например, является родоначальником колена Иакова или Иуды. Но люди этого самого племени, этого рода не могли знать об этом ничего достоверного. Поэтому память предка обожествлялась. И предок зачастую придумывался, изобретался, сводился из нескольких и, возможно, нескольких десятков родовых легенд в нечто непротиворечиво единое. Возможно, несколько десятков предков, фактически, сводилось в одно истории, которые о них рассказывали. И вот таким вот образом получался предок прародителей. Мы знаем далеко не только по истории еврейского народа, но и вообще по истории примитивных религий, которые существовали в нашем мире. Какой важной фигурой являлась обожествлённая фигура родоначальника того или иного рода, той или иной семьи, того, в конце концов, или иного племени. Это был настоящий бог. Поэтому, когда мы говорим о библейском Аврааме, Исааке, Иакове, это легенды не о патриархах. Это остатки древних легенд о настоящих богах, которые именно как боги воспринимались предками современных евреев. Что интересно, во время родового и начала родоплеменного общества нет места жрецам, нет места специалистов, которые осуществляют отправление религиозного культа. Всем, кому нужно поговорить с богами, в силу того, что это родственники. Они могут поговорить с ними самостоятельно, как мы можем поговорить с мамой, папой, женой, братом, сестрой, котом. Кстати, где они? Ладно, наши терафимы ещё придут, я надеюсь. А может и нет, им не прикажешь. Короче говоря, чисто по родственникам с богами всегда можно было поговорить. Для этого посредник провайдера был не нужен. И, собственно, служение этим самым примитивным богам было очень простое. Чисто прагматическое. Самое главное, что это родственник. То есть, кто-то, кто живой. Живой – хорошо, дух, не тело. Дух – неважно. Это родственник, или, может быть, это река, священная гора, но это нечто живое. А всё живое, как любой примитивный человек знает совершенно доподлинно, нуждается в пище. Это самое живое нужно кормить. То есть, нужно приносить ему некую жертву. Ну, а что нужно приносить в жертву? А то же самое, что обычным людям мы кушаем хлеб, мёд, молоко, мясо. Некоторые его очень любят. Поэтому этим всем нужно обеспечить своих богов. Более-менее важных, главных как-то предки рода, так и менее важных, но всё равно важных, как духи камней, скал, гор, рек и так далее. Довольно скоро выяснилось, что как-то не приноси каким-то предкам, даже таким уважаемым, как, например, Авраам или Яков, или какой-либо ещё бог, например, козла. Он этого козла почему-то съесть не может, поэтому козла приходится сжрать самостоятельно. Но довольно быстро выяснили и другое. Если козла, например, поджарить, с него же поднимается приятный пар, и вот этот пар в качестве идеи жертвы потребляет бог-предок, а всё остальное, грубую плоть, можем съесть мы, потому что мы существуем в нашем грубом тварном мире, ну и почему бы нам не напитать свои бренные тела вместе, между прочим, за одним столом с собственными богами. Очень удобная и практичная религиозная система, на мой взгляд. Между прочим, одним из важных, наверное, не одним из важных, а, пожалуй, важнейшим праздником для скотоводов, для кочевников-скотоводов, был праздник весеннего отёла коров, ягнения овец и так далее. Естественно, нужно, чтобы вот тут было обращено всё самое пристальное внимание и лучших специалистов по скотоводству в роду, и, естественно, куда более опытных, куда более влиятельных предков, которые занимались этим раньше, дольше, больше, а значит, лучше. Поэтому духов нужно было задабривать, им, конечно, приносили жертву в это время. Собственно говоря, отсюда происходит праздник Пасхи, в светлые дни которого мы записываем данный ролик. Очень важным праздником, конечно же, был праздник Новолуния, то есть нечто привязанное к астрономическому циклу. Праздновать его, естественно, приходилось каждый месяц. Это было важно, это была минимальная страта обновления жизни. И в быту кочевников, скотоводов, конечно же, очень важным праздником и вообще важным ритуалом был ритуал, связанный с духом пустыни. Мы знаем его имя, оно сохранилось, это некто Азазелло, то есть тот самый демон с клыком, косыми глазами, рыжими волосами, который был воспет в романе «Мастер и Маргарита». Вот Азазелло, он же Азазель, дух пустыни, это то, с чем кочевники связывали, конечно же, и большие надежды, потому что они постоянно жили с ним бок о бок буквально, и большой страх, потому что этот дух мог убить в любую секунду и их самих, и их скот, а значит, посредины их самих, например, при помощи песчаной бури в пустыне. Поэтому Азазелло уважали, но держали его несколько на расстоянии. Заметьте, имя его мы тоже знаем по библейским сказаниям. На расстоянии его держали просто, то есть его нужно было кормить так же, как и всех, но нужно было делать так, чтобы он всё-таки слишком близко к общественной жизни не приближался, поэтому ему дарили козла. На козла перекладывали все свои проблемы, все свои беды, огорчения, обиды и отпускали его в пустыню, где он, естественно, и погибал. Или под клыками этих животных, или в ближайшем овраге. В общем, считалось, что его так или иначе прибрало Азазелло. Этот козёл до сих пор называется козлом отпущения. Это именно про это. Естественно, в это время нужно ли говорить, что у евреев не было ни понятия о том, что такое Библия, единая религиозная система, ни, конечно же, письменности. Примерно в 1600-м, возможно, 1700-м, к году до нашей эры, семитские племена, которые окружающие народы более развитые, имеющие письменность, звали Хапиру. Именно в письменных системах финикиен и египтян мы этот термин знаем. Это и были, собственно, предки современных евреев. Они вторглись в Ханаан. Ну, конечно, вторглись мы сразу представляем себе некое одноактное вторжение. Нет, это была именно откачёвка. Такое локальное переселение народов, которое происходило как вполне мирно, так и военным путём. Что, кстати говоря, отражено в Библии. Метафорически, конечно, но тем не менее более-менее подробно. Проблема в том, что Ханаан вообще-то уже был заселён. И место это, между прочим, очень удобное. Одновременно с евреями туда стали переселяться филистимляне, с которыми евреи неминуемо сцепились рано или поздно. Об этом, наверное, половина Ветхого Завета о войне с филистимлянами. Ну, а в Ханаане эта же земля обетована не просто так. Там масса оазисов, там масса рек, там просто удобно вести сельское хозяйство. Там люди живут куда более сытно, чем кочевники, потому что эта земля предназначена, предрасположена, имеет массу бонусов для ведения сельского хозяйства, а значит создания большего прибавочного продукта. Наиболее плодородная часть страны это долина Эордана, долина реки Ордан. Тут уже очень давно, до пришествия евреев, развивалось и земледелие, и садоводство, и, естественно, виноградовство, что было очень важно для того времени, потому что из винограда делалось вино. При этом эти же места были важнейшей торговой артерией, потому что, как мы понимаем, во-первых, с одной стороны море, по которому очень удобно торговать, а с другой стороны и сухопутные пути проходят именно там. Это большой плюс, это большой плюс, который делал данную землю крайне желанной, туда нужно было переселиться и её захватить. Но это же была большая угроза. Почему? Потому что вы, как кочевники, не представляете из себя некой всесокрушающей мощной военной силы, а с вами рядом, между прочим, находится Египет, Финикия и Вавилон. Это оседлые державы, куда более сильные, которые не могут захватить данную территорию, потому что иначе неминуемо придётся сцепиться друг с другом, но вас конкретно, вас привести в чувство, они могут и, скорее всего, захотят. Поэтому, конечно, евреи, оказавшись на земле Хананской, вместе с известными выгодами своего положения, получили же и взаимосвязанные угрозы. Полностью вытеснить местное хананское население не получилось. Я думаю, что евреи такой цели ставить не могли в силу того, что у них не было каких-то единых целей вообще. Повторюсь, это было местное локальное переселение народов, не имевшее генерального плана. Да, конечно, они сцеплялись с местным населением, но так или иначе они приходили к совместному жительству, совместному ведению хозяйства, роднились и таким образом образовали некий местный субстрат. Конечно, тут уже были города, ну, по крайней мере, в примитивном смысле, но в любом случае этот примитивный смысл был куда более высокий, чем у кочевников-евреев. И у местных оседлых культурных соседей, а теперь, наверное, уже и родственников, евреи, почерпнули очень много. Они тоже стали постепенно, постепенно, очень быстро они стали приходить сначала к полу кочевому, а потом прямо оседлым образу жизни, и из оседлости, естественно, стал возникать чрезвычайно высокий, революционно высокий прибавочный продукт, который позволил рода объединять уже в постоянные племена и племена в межплеменные союзы не на случайной основе, а на постоянной основе. Конечно, вопрос этот был крайне небыстрый, вопрос этот был долгий, очень тяжёлый. И, кстати говоря, один из древнейших, а может быть, и самый древнейший рассказ Библии нам повествует именно о том, как несколько племён еврейских соединились вместе, и повели войну против царя Сесары под руководством царя Врака и пророчицы Деворы. Об этом мы знаем из песни Деворы, которая имеется в Библии. Вот на войну, на время войны, это как раз первые маркеры племенного объединения, на время войны избирался общий военный вождь, который после войны вынужден был складывать свои полномочия. Однако в дальнейшем военный авторитет вождя-победителя, он же никуда не девался. И этот самый межплеменной авторитетный человек получал статус некого третейского судьи. Да, конечно, он не был царём, но к нему всегда могли подойти с вопросом, который он мог в силу своего заслуженного авторитета разрешить. Когда я сказал третейский судья, прошу прощения, это совершенно не оговорка, потому что в Библии самый ранний этап объединения назван эпохой судей. Это вот были именно те самые судьи, которые могли рассудить отношения между родами и племенами. Однако у нас на глазах родовое общество евреев разлагалось. Разлагалось под неумолимым воздействием общественно-экономического прогресса, под ростом прибавочного продукта, а значит под необходимостью контролировать рабочие ресурсы, контролировать, защищать скот, контролировать угодья. То есть прибавочный продукт требовал специализации разделения труда внутри общества, а значит и роста эксплуатации. Отсюда мы понимаем, что семейственное устройство общества обречено. Дальше наступают уже сначала примитивные племенные союзы, потом межплеменные союзы, а потом и создание полноценного государства. Это схема, которая работает во всех частях света, вот буквально от Австралии и Новой Зеландии до Америки, ну и да, обсуждаемого на Механаана. Ну а значит различия, ну и сходства, соответственно. Родовые и племенные отступают, объективно отступают на задний план перед различиями, самое главное классовыми, образуются классы. Племена и рода перемешиваются между собой и внутри себя, а также с местным населением условно захваченным. Но значит представители тех или иных родов начинают перемещаться по территории, перемещаться внутри уже не просто некой земли, а своей страны, заключая браки, заключая некие акты гражданского состояния, деловые контакты налаживая. Тут же начинается создание и поддержание торговых путей, караванных путей. Ну а значит возникает развитая торговля, развитая торговля, то есть обмен продукта на продукт, который вообще порождает такой фирмен, как товар. Товар неизбежно порождает рано или поздно, скорее всего рано, свой эквивалент, то есть деньги. Ну а значит родовое общество получает еще один удар под дых, а именно родовое общество начинает разлагаться под воздействием кабально-рабских отношений, создается государство. Часть беднеет, часть превращается в рабов, присоединяясь к покоренным военным образом людям. Ну и в ходе описанных мной процессов, где-то к середине, к концу 2 века до нашей эры, временное непрочное образование сменяется уже постоянным государством. В силу того, что за местную землю обетованную нужно было еще и бороться, описанные мной процессы получили очень важное оформление, а именно оформление в виде военного союза против общего врага, то есть против филистимлян. Наложенное на их объективно-экономические условия, это привело к созданию примерно около 1000 года до нашей эры Единого Израильского царства. Первым царем, по преданию, его был Саул. Мы понимаем, выше я это отметил, теперь мы остановимся на это немножко подробнее, мы понимаем, что столь важные изменения в экономике, внутренней и внешней политике не могут не найти отражения в религии. Потому что религия, повторюсь, 23-й раз, наверное, уже была единственным способом рефлексии над окружающей действительностью, единственным способом институализации общественных установлений. Чем-то, что могло дать легитимность общественным установлениям и общественным институтам. Так вот, многочисленный сонум духов, огромный пантеон родовых богов и совершенно немыслимых размеров пантеон, который имелся в виде духов, рек, камней, гор, холмов, долин и прочее, не мог удовлетворить данных запросов. Должен был выделиться некто старше, как одним старшим был царь, легендарный, скажем так, былинный Саул. Должен был выделиться и главный бог, неминуемо. Кстати говоря, его выделение совершенно не означает того, что все другие боги как бы отменялись. Нет, они не отменялись, они делались младшими. И мы видим, как этот процесс затруднил почти все общества, о мифологии и религии которых мы имеем более-менее развернутое представление. Соединение Греции в единую культуру, например, привело к тому, что всех богов стащили на гору Олимп, поселили там, и за их приключениями мы с большим вниманием и интересом следим до сих пор. Там, в самом деле, до сих пор очень интересно. Зевс, Гера, Марс, Гефест, Афина – все эти замечательные персонажи – это какой-то бесконечный источник для создания литературных сюжетов. Примерно то же происходило и в Израиле, потому что должен был быть один начальник на земле и один начальник на небе, который бы освещал власть единого начальника на земле. Это всё имеет выражение, на самом деле, очень древней формуле «ein Reich, ein Volk, ein Führer», то есть «один бог, один народ, один вождь». Так как самым мощным племенем, которое стало не основой одной из основ Израильского царства, было племя Иуды, а родовым богом племени Иуды был Яхве. Поэтому Яхве становится наиболее влиятельной фигурой в еврейском пантеоне. В это время, напомню, он не является единым богом, он является старшим богом племени Иуды, а племя Иуды является самым богатым, самым мощным племенем в едином израильском царстве. А сам-то Яхве имел очень древнюю биографию. Появился он задолго до того, как еврейские рода даже начали объединяться в племена. По сути дела, это был один из широчайшего пантеона, куда входили и Эло-Эль, а точнее говоря, если мы будем в строго библейском ключе говорить Элохим, то есть боги, богиня Анад, Бет-Эль, может быть, между прочим, Бет-Эль – это тоже имя Элохима, потому что Бет – это дом, Эль – это бог, то есть Бет-Эль – это дом бога. Элеон, Шаддай, Шаддад, однако ещё есть и заимствованные у финикийцев, Молох, Томуз, Астарта – вот это всё то, что мы знаем конкретно у семитских племён, в том числе у евреев. И вот та форма, когда вот над всем этим сонном господствует один, в XIX веке была названа генотеизмом, а форма поклонения монолатрии, не монотеизмом, т.е. единобожиим, а монолатрии – единопоклонничеством. Т.е. наличие старшего бога вовсе не отрицает того, что у этого старшего бога есть боги вспомогательные. Кстати говоря, у каждого вспомогательного бога наверняка есть бригада, может быть, даже не богов, а духов помладше. И всё это формирует вот такой вот творческий коллектив, который управляет вообще окружающей реальностью. Интересно, что Яхва изначально многими племенами – еврейскими, разумеется, племенами – почитался как демон пустыни, ну или же дух пустыни. И только потом, в силу долгой истории, он превратился в родового бога племени Иуды. Кстати говоря, Иуда, некоторые исследователи склонны переводить это как имя Лев, что тоже может быть, между прочим, потому что, возможно, раннее тотемное обозначение этого племени было связано, так или иначе, со Львом. Но с годами, с веками, возможно, это тоже, кстати говоря, вполне валидная версия Иуда, Я-Уда, то есть славящие Яхвы, молящиеся Яхвы. Вот такое имя. И вот мы видим, как главный бог племени колена Иуды, превратившись в старшего бога израильского царства, получил конкретную задачу. То есть сначала из демона пустыни, потом из бога, которого почитали кочевники и скотоводы, он превращается в бога воителя, потому что у него была конкретная задача – защитить свой народ от филистимлян и обеспечить ему военное превосходство, так как это примитивные люди, которые не отличали вообще того, что происходит в реальности от того, что происходит в неком идейном, идеологическом, религиозном поле война, которая происходила с филистимлянами на земле, она таким же образом отражалась и в тонком духовном материальном плане, которые были равноважны и, возможно, духовный план был еще и важнее. Поэтому Яхве становится богом-воином, ну, по крайней мере, в основном своем наполнении. Именно в это время Яхве приобретает антропоморфные формы. Потому что, ну а кто еще может воевать? Скажите, пожалуйста, лучше человека. Только человек может воевать. А до этого Яхве, судя по всему, изображался в виде тельца. Поэтому, когда мы читаем древнее евангельское сказание, сказание о том, как Моисей удалился на гору Синай за стрижалями завета, чтобы поговорить лично с Богом, в это время жестоковыйные евреи отлили себе некие идолы. На самом деле там говорится не об одном идоле, а об идолах. В синтетальном переводе, конечно, говорится об одном золотом тельце, но на самом деле речь-то была в еврейском тексте, совершенно не об этом. Так вот, они отливали изображение того самого Яхве. Просто вопрос был в том, что изображению больше молиться было нельзя, а нужно было молиться некой идеи, что, собственно говоря, и вызвало гнев Моисея, причем Моисея книжного, потому что никакого отношения вообще к истории, которая могла бы быть во времена Моисея, это не имеет отношения вообще. Но об этом чуть позже, я забегаю. Яхве, что интересно, в представлении евреев не был универсальным богом, хотя бы потому, что он не находился во всех местах одновременно. Да, он был чрезвычайным могуществом, но у него, как у любого живого существа, был свой дом. Потому что изначально он обитал на горе Синай. Примерно как греческие боги обитали на Олимпе, так же Яхве со своими друзьями обитал на Синае. Именно там и получают евреи свой завет. Кстати говоря, боги помладше, которые стали младше после знакомства евреев с Яхвы, тоже обитали на холмах и обитали на горах, обитали на высотах. Я об этом уже говорил сегодня. Что интересно, евреи довольно быстро сообразили, так как они вынуждены кочевать, образуя те или иные структуры. Нужно, чтобы бог ездил с ними. И был создан ковчег завета, который изначально жил в Скинии, т.е. в походном кочевом шатре. Соответственно, когда племя снималось и совершало переход, естественно, и Скиния снималась. Ковчег завета грузился на вьючных животных и увозился. И это был дом Яхве, которого таким образом племя носило с собой. Это очень удобно, потому что главный твой покровитель всегда с тобой, если что, можно к нему непосредственно припасть, не думая, что он где-нибудь там вне вселенной. Вот он, пожалуйста, можно с ним поговорить. Конечно, со всем уважением, по-другому нельзя. Это ж в конце концов даже не президент. Президента мы можем выбрать. Кстати говоря, вождя мы можем убить. А вот с богом так не получится. С богом нужно быть предельно аккуратным. В это время Яхве имеет весьма интересное имя. Его вполне могут назвать, например, Баал Яхве. Т.е. мы знаем такое имя как Баал, это финикийский якобы бог. На самом деле Баал – это всего лишь господин в семитской традиции. Поэтому Баал Яхве – это значит господь-бог. То есть то, что мы отлично знаем в русском переводе. Кстати говоря, Яхве, скорее всего, сейчас не могу сказать это доподлинно точно, имеет в своём исходном значении тоже просто уважительное обозначение. То есть что-то вроде господина. Нечто превосходное. Ваше, скажем так, превосходительство. А, собственно, бог – это эль, божество. То есть то, что в Библии имеет название эл, элохим, то есть боги или эль – бог. И только потом они вместе с Яхвой образовали сначала комплементарную пару, а потом нечто единое. Но тем не менее, Яхве начал постепенно вытеснять культы вспомогательных богов на второй план, а потом пытаться вытеснить вообще по одной простой причине. Потому что Яхве – он не сам по себе. Яхве – это ещё и целая когорта жрецов-профессионалов, которые имеют свой главный экономический интерес в обслуживании чего-то эфемерного, то есть бога. Как по этому поводу говорил фельдкурат Отто Кац в книжке про Швейка своему более набожному коллеге, говорит, раньше на меня орал полковник и господин майор. Теперь я получаю приказы от чего-то, что не существует. Кстати говоря, когда мы рассуждаем вот так запросто о жрецах, которые обслуживали тех богов, которые жили вот в этих ящичках шикарно украшенных, которые перемещались вместе с племенами, например, в Ковчеге Завета, мы очень напрасно пренебрегаем принципом историзма и пытаемся представить себе неких дармоедов, которые в часах бригет, там в шикарных золотых шапках, что-то всех учат жить, а на каком основании непонятно. Нет, прошу прощения, жрецы. Например, жрецы Яхве имели очень серьёзные хозяйственные нагрузки. А именно, они должны были точно предсказать, ну или, по крайней мере, попытаться точно предсказать, когда будет засуха, когда засухи, наоборот, не будет, можно ли сейчас выступать в поход на противника или нельзя выступать в поход на противника, и чем этот поход закончится? Если жрец ошибался, его убивали. И выбирали нового жреца. Поэтому, знаете, работа жреца была нервная, опасная и, естественно, должна была неплохо оплачиваться, ну, по крайней мере, в натуральном выражении. Я недаром вспомнил о том, что жрецов убивали, потому что убивали не только жрецов. Из очень давних времён, из времён ещё родовых, до периода объединения в племена, скажем так, до времён Авраамовых, а мы знаем, что именно Авраам считается легендарным богом-предком всего народа Израиля, дошёл жуткий обычай человеческих жертвоприношений, потому что именно человеческие жертвоприношения были самой ценной жертвой для богов. Вот только что прямо было человеческое существо, его брали, и в целом виде перемещали в нетварный духовный мир. Это жуткий обычай нашёл отражение в испытании Авраама, когда бог через своего ангела повелел принести своего сына в жертву. Авраам, даже не моргнув глазом, попросил сына пойти с собой, повёл его на гору и уже занёс нож, чтобы его зарезать. Только вмешательство лично ангела это прекратило. То есть, таким образом мы видим, как общество начинает требовать несколько другого служения, без настолько кровавых и зуберских жертв. Причём нужно заметить, что это, собственно, ко временам, легендарным временам Авраама не имеет никакого отношения, это записано гораздо позже. Потому что и в более поздних историях Библии мы видим, как совершаются человеческие жертвоприношения. Это нечасто, но всё равно имеет отражение. Словом, в это время, а именно во времена этих ранних судей, во времена жрецов, библейских книг тоже ещё не было, были многочисленные устные предания, песни, притчи, пророчества, устное народное творчество, которое имело в том числе и религиозную окраску и, возможно, уже начинало получать некую центральную стержневую доктринальную схему. То есть, вот есть просто какие-то сказки, которые вам бабушки рассказывают, а есть нечто, что рассказывают вам жрецы. Это получается начало центрального священного уже предания. И вот тут-то как раз начинают складываться древнейшие элементы и источники Ветхого Завета. Это отдельная очень важная история. Я не знаю, возможно, мы как-нибудь специально на ней остановимся. Пока буквально двумя-тремя мазками. Сложение библейских книг, точнее, источника библейских книг происходит ещё в дописьменную эпоху. Естественно, потому что как вообще язык сначала появляет сам по себе, только потом записывается, так и религиозные уложения сначала возникают в устном виде, потом переселяются в письменный вид. Передаваясь из поколения в поколение, религия шлифовалась. Религия вырабатывала наиболее доходчивые и устойчивые формы, наиболее приемлемые формы донесения до личного состава, до публики. Некоторые легенды забывались, некоторые легенды появлялись и исчезали тут же, как негодные. А некоторые жили, эволюционировали в веках и становились общепринятыми. Религиозные произведения имели самые разные жанры и самые разные формы. Очень важными, конечно же, были победные песни, потому что некие гимны, которые должны были зафиксировать победу в том или ином военном предприятии, были, конечно же, не только памятным знаком, который пытались сохранить в устной форме в народе, но еще и важным религиозным знаком, при помощи которого отдавали честь тем богам, которые помогли в данном военном походе, в данной битве. Причем, видимо, именно такие победные песни и стали записываться самыми первыми. Вместе с ними, может быть, чуть позже стали записываться хроники, то есть погодные записи того, что происходит с племенем, того, что происходит с племенным союзом. Это было чрезвычайно важно, потому что, повторюсь, именно в этой хронике можно было найти ту точку, где начинается родство одного племени, а значит и старшинство одного племени над другим племенем и старшинство одного рода внутри племени над другим родом, потому что только таким образом можно было создать некую систему совместной жизни. Далеко не всегда устная память позволяла сделать это безболезненно, без кровопролития. Только общая хроника, которая признается всеми членами племени, это вот то, тот стержень, на котором строится вообще общее житие. Это было очень важно. И, как мы знаем, даже из очень поздних летописных записей Древней Руси, это не только исторический, это прежде всего религиозный памятник. Они были строго религиозны. Нельзя отрывать хронику от религии. Тем более, что записывали их, скорее всего, и чаще всего именно жрецы. То есть самая грамотная часть общества. Вместе, кстати говоря, с купцами, если мы говорим о Ханаане. В том месте, где была невероятно развита торговля. А значит, купцы должны были вести записи и имели досуг для того, чтобы обучиться грамоте. Так вот, древнейшая часть Библии, ну или одна из древнейших, это та самая победная песнь пророчицы Деворы из книги Судей. Это глава пятая книги Судей. Обратите свое внимание. В каноническом тексте Ветхого Завета она вместе с сопровождающим ее текстом, повествовательным текстом, вставлена в рассказ, который относится к очень позднему времени. Там есть сообщение о войне израильтян с хананиядами. Естественно, израильтяне побеждают, как иначе. Под предводительством военачальника Варака и пророчицы Деворы после победы оба слагают и поют победную песню Яхве. Однако еще в 19 веке исследователи обратили внимание, что фразеологизмы, лексика, которые составляют песни Деворы, имеют следы очень древние. И, скорее всего, самая ранняя датировка и наиболее правдоподобная датировка этого фрагмента – это XIII век до нашей эры. И вот на рубеже тысячелетий, в конце II-го тысячелетия, в начале I-го евреи заимствуют у Финикиен письменность и начинают записывать как хроники, так и пророчества, так и победные песни, о чем, собственно, я говорил немножко выше. Именно тогда складываются именно первые корпуса книг, большинство из которых… Нет, не большинство из которых, все из них до нас не дошли. Остались лишь некие фрагменты и некие названия, которые мы знаем из более поздних источников. В частности, была такая книга «Войн Яхве» или некая книга «Доблестного» или книга «Песен». Или, возможно, книга «Побед». И вот именно эти первые записи сложили для нас тот корпус источников, из которого получилась в итоге Библия. Кстати говоря, «Песня Деворы», скорее всего, происходит именно из книги «Доблестного». Это книга, которая записывала военные походы и военные победы израильских племён. Из современного текста Библии, можно сказать, относительно уверенно, что помимо песни Деворы, довольно старой является ещё и похоронная песня Давида, которая пелась по факту смерти Саула и царя Иоаннафана. Но все эти фрагменты, включая довольно древние, доказано древние, верифицировано древние, были вставлены в общий библейский корпус из неведомых нам сейчас источников куда более позднее время. Это более позднее время было отмечено тем, что появилась задача, и была исполнена задача создания единого священного Писания. Заметьте, от создания некого стержневого священного предания, устного, зреческого, и создания единого, письменного, полностью легитимного, признаваемого всеми священного Писания, прорва времени, настоящее прорва времени, я сейчас не буду говорить доподлинно, какая именно об этом будем говорить в следующий раз, Но мы должны увидеть, как человеческое сознание проходит огромный путь вместе с развитием экономики, а значит государства и культуры. От отсутствия вообще потребности какого бы то ни было специального богослужения, до создания специалистов по этому самому богослужению и одновременно создания божества. А причем это божество эволюционирует вместе с экономикой и общественными отношениями от безликого духа пустыни к тельцу, к быку, который покровительствует стадам кочевников, до антропоморфного облика сильного мужчины с мечом в руках, который возглавляет небесное воинство, которое идет впереди воинства земного. Так вот, чтобы выяснить, какие конкретно общественные исторические условия, в которых происходило становление первых ветхозаветных книг, мы произведем обзор событий этого периода и, видимо, произведем их в следующий раз. Поэтому оставайтесь с нами, следите за новостями с полей битв за религиозную историю. Ну а прежде, чем я с вами попрощаюсь, хочу узнать. Возможно, вам будет интересно. Если так, напишите в комментариях под роликом и в мою группу у Жукова ВКонтакте, в раздел «Сообщения». Может быть, вам будет интересно поговорить отдельно о вспомогательных духах, башках, которых мы теперь знаем как херувимы, которые в древней еврейской традиции назывались керубы. Это очень древние магические создания. Если вам интересно, я об этом сделаю небольшую лекцию, беседу, как хотите, так и назовите. Вот, пишите или подписывайтесь на наш канал, давите на колокольчик, ставьте пальцы вверх. Правда мерзко звучит? Больше так не буду. Все, на сегодня все. Всем пока.